Добрый день, уважаемые друзья! С вами комментатор Борис Стариков. На втором порте Теннисного центра на Жудро-40 в Минске продолжается четвертьфинальный матч в женском одиночном разряде. На турнире ТЕ второй категории Минск Стар между представительницей Белоруссии Софьи Бридж и Владой Петровской Россия. Вошедница химкинской теннисной опыта имени Александра Островского. Влада проигрывает в первом сете со счетом 4-2 и у нее больше на подаче. Обе девушки демонстрируют схожую маневу игры. Очевидно, что их учили одни и те же специалисты. Это такая мощная плосковатая игра, практически без вращения. При этом, что можно сказать, что мяч имеет достаточно высокую линейную скорость. Его трудно сопернику обработать только при одном условии. что его нужно контролировать. Но это, подается, делом, что не всегда. Итак, меньше, а нет, не меньше, а больше на подаче Петровской. Ну, в общем-то, вот, можно сказать, что достаточно закономерная ошибка Петровской, потому что мяч от Софи Преликлетний точно так же, значит, достаточно быстро. Это вот определенная школа. Вот эти простоватые удары и очередная ошибка. То есть, нет вращения. Если мяч проходит, то это хорошо. Но если мяч без вращения, то существует большой риск ошибки либо в аут, либо в керке. На третьем порте, эмоциональная реакция спортсмена. И вот уже бридж ошибается соцпока, больше у Петровской. И вот уже бридж ошибка. Петровской берет гейм и счет в матче 4-3 в пользу Софи Преликлетний. Мы переносимся на первый порт, где идет разгонка очередного четвертьфинального матча. Где встречается Мария Шушарина, девушка, находящаяся дальше в таких красотах оранжевого света. Это Мария Шушарина, Россия. Она встречается с первым номером турнира. Наверное, все-таки шестая сеяная на турнире. Виктория Конопадская, Беларусь. Виктория показала очень качественный теннис. То, что я видел в матче первого круга. Ну, сейчас мы посмотрим, каким образом девушки будут играть. При этом нужно отметить, я не могу сказать, как играет Шушарина. Но просто Конопадская показывает совершенно иную технику игры, более, нежели Софит Бридж и Влада Петровская. По Конопадской более накрученные удары при ударах задней линии. Это представляется более сбалансированным блоком. Потому что у нее мяч имеет при ударах со сколько-то большее вращение. И, соответственно, большее вращение и более надежное попадание в клащ. Схожая техника у Бридж и Петровской, как говорится, нашла коса на камень. Бридж и Петровской. Бридж и Петровской. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok без всяких вопросов надежно, качественно надежно Везет российские спортсмирки, Виктория немножко переживает, но в этом нет необходимости, на мой взгляд, но хорошо со стороны говорить. Выйдите на порт, да сами поиграйте, потом будете иметь право обсуждать спортсменов за те и недометельствия. Российская спортсменка пока что оказывается точнее при обмене ударами на заднем уровне. Продолжение следует... 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 Вот это именно то, что должно быть в современном теннисе. Нельзя отсиживаться на задний день. Обязательно должен быть стартовый рывок и выход в плет на мяч, мягкий, который опускается в район сердца. Что и продемонстрировала Конопатская. Великолепный розыгрыш. Заслуженный гейм Конопатская ведет 2-1 в первом сете. В матче конституции. Одной и той же школы. Не будем лукавить, так оно и есть. Схожая техника, схожая тактика. Постановка игры двух спортсменок. Видимо, готовили одни и те же специалисты. Одной и той же школы. Пока что 1-0 ведет Софи Бридж. Беларусь во втором сете подает Петровская. Петровская, 15-0. Петровская. Села не хочет. Петровская. Петровская. Петре спины. Петровская. 40 минут на подачу Петровской. Если мяч я зацепил линию, то совсем чуть-чуть. Гейм Петровская 1-1 во втором сете. Мы пока что вернемся на первый курс, где подает белорусская спортсменка. Гейм Петровская 1-2 в гейме ведет со счетом 40-15. И пока что такое сказывается ощущение, что на быстрых мячах, которые предлагают викторию, российская спортсменка не справляется. Причем именно с теми мячами, которые летят именно в корпус тела. Нужно было быстро замахнуться. И вот такое ощущение, что у российской бумарии не хватает пока что скорости выполнить соответствующий замах. Она не успевает подготовиться к приему и удару. Не идет первая подача. Зато вторая безупречная маниптория сразу же наказывает ее плотным приемом, чисто в атлетическом смысле. У российской спортсменки не хватает возможности играть этот мяч. Ошибается российская спортсменка. Но закономерно. Виктория Кириллитова в ее атлетическом смысле. Она за этой мячей. Виктория Кириллитова в ее атлетическом смысле. Девочки. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...